Озвучил Зози Как играть? Завершите особую обложку альбома. Соберите пазл обложки альбома. А? Ом. 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 Появляется пазл Лайовер. Пазл содержит языки, которые вы узнаете. Вы... а вы не знаете? Я это написал. Официальный старт. Какова была реакция Юн Тана на обложку альбома? А мне? Что вы скажете о Юн Тане, как и его дебютном выпуске? Он довольно застенчивый. Ты должен быть раскрепощенней перед камерами. А куда это? Когда лучше всего слушать Лайовер? Вечером в сумерках? Это мое любимое время, когда садится солнце, закат, вечернее солнце. Я хочу сказать... Весь персонал ждет ответа Ви. Смущен. У меня плохо с многозадачности. Но после... Глобальные языки завершены. О, это французский? Я почти закончил. Мне нравится собирать пазлы. Готово. Пазл завершен. Гордый. Осталось еще одно задание. Миссия вторая. Продвигайте альбом на французском и индонезийском языках. Лайовер — это альбома жанры поп-эрон-бэ, который сочетает в себе различные характеристики и эмоции, которые испытывает Ви. В общей сложности шесть песен, включая бонусный трек. Альбом состоит из естественного потока, от первого трека до самого последнего. Миссия выполнена. Фанаты не поймут того, что я сказал. Переживает. Что значит название альбома? Лайовер — это альбом, который посвящен отправной точке моей жизни. Нам очень редко удается сразу добраться до конечного пункта нашей жизни. Если вкратце об отдыхе и размышлении над собой, оглянитесь на цели и уделите им время. Поэтому я назвал альбом Лайовер. Переходим к следующему месту. Вперед. О, АСМР. Как играть? Найдите настоящий звук дождя, используя реквизит. Там действительно слышен звук дождя? Один из пяти звук дождя. А, окей. Начинаем? Ничего не слышу. Ви? Ви! Ви! Сначала без наушников. А, ладно. Сделайте своё предположение в комментариях. Что же это? Четыре из пяти звуков ненастоящие. Мы создавали их из подручных предметов. Можешь попробовать их создать. Разберётся ли он, что настоящее, а что нет. Проверка звука. Ого. Первый реквизит это... Бекончик. Взволнован. Естественная улыбка. Люди, смотрящие это, проглодаются. Что ты любишь есть в дождливые дни? Вообще, мне правда нравится свиная грудинка с кожей. Лучшее мясо. Сложно справиться с таким искушением. Я должен это вынести. А что, если я сейчас переверну? Тогда вы услышите звук номер три. Я так и думал. У меня уже слюнки текут. Может, уже сделаем дождь из чего-нибудь другого? В трансе. Ви. Вы у меня? Не очень многозадачный. Подождите секундочку. Подойдите и попробуйте. Свиная грудинка Ви, приготовленная на гриле до совершенства. Второй предмет. Рис и металлическое блюдце. Думаю, это очень похоже. Предмет третий. Палочка дождя. Похоже немного. А это для чего? Чаша для воды. А, вот так? ТТ быстро понимает суть. Это правда похоже на дождь. Я попробую создать тайфун. Ого. Блин. Капает. Поражен. В чем был смысл чаши с водой? Блин, это нехорошо. Выливает воду, чтобы воссоздать тайфун снова. Капает. Это... С наводнением дождь заканчивается. Чья это замечательная идея? Шуткует. Сначала раскроем ответы. Испытывает скользкий пол. Первая лейка и губка. Вторая дождливая палка. Свиная грудинка. Четвертая звук дождя. Это рис. Четвертый. Оу. Можно еще раз включить четвертый? Я объясню, почему это верный ответ. Новострелушки. Это очень сильный... Ливень. Со звуком движения машин. В точку. С помощью предметов сможете ли вы издать... Четвертый звук. Дождь это первый. Став взрывается смехом после быстрого изменения мнения. Ты так себе представляешь дождливые дни. Дайте мне подумать. Все-таки четвертый. Это верно. Верно? Миссия выполнена. Фух. Какой вид белого шума тебя успокаивает? Я слушаю определенную частоту, когда сплю. Это 438 Гц. Есть определенная частота, которая успокаивает человека. Вот что я слушаю перед сном. Но спать не хочется. Просто шутит. Что это за песня, Рейни Дейс? Рейни Дейс – это песня, которая усиливает эмоции и настроение. Когда мой голос сливается воедино с различными белыми шумами из нашей повседневной жизни. Рейни Дейс – песня, которая вызывает ностальгию, как будто слушаешь старую пластинку. Вот такое чувство там есть. Переходим к следующей точке. Вперед! Вы же не думали, что мне сразу получится? Хе-хе. Хе-хе-хе-кает. И какая будет следующая миссия? Проезжая на Спотикаре, через препятствие соберите буквы Блю и заполните трек-лист. Я не жму на тормоза. Запрыгнул в Спотикар. Готовность. Поехали! Сразу же забирает письмо. Быстро осматривается. Плюс один. Плюс один. Плюс один. Что такое? Привет, Спотифай. В мгновение ока у списка треков. Миссия выполнена. Вы видели, как я вожу? У меня есть водительские права. Что это за песня, Блу? Блу – это особенная песня. Песня затрагивает эмоции, и я записывал ее в мельчайших деталях. Хоть и название «Блю», синий ближе к тому, чтобы быть их грамматическим цветом. Когда лучше всего слушать «Блю»? Честно говоря, не знаю. Я просто надеюсь, что это песня, которая случайно придет вам на ум. Я думаю, это хорошая песня, которую стоит вспоминать время от времени. Переходим к «Ловме и Гейн». Вперед! О! Что это? Это выглядит так, будто вы хотите, чтобы я катался здесь, и вы бы меня кидали мячиками. Поймайте рыбу на буквы «Ловме и Гейн». Во время рыбалки быстро отвечайте на вопросы. Слушает правила игры. Ага. Глазки трясутся. Снова мультизадачность. Я уже могу их доставать? Старт! Переходит к первой точке. Кого из мемберов вы бы взяли на необитаемый остров? Наверное, Чунгука. Он хорош во всем. Надеюсь, вам нравится озвучка Зози, и если вы хотите посмотреть полное видео, вы можете сделать это у него на бусте и поддержать его таким образом. Просто ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте колокольчик. Все ссылки вы найдете в описании к видео.